Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как поставить коллегу на место, которая бьет на жалость по своему здоровью, возрасту и незаметно перекладывает свои обязанности на меня? Причем мою помощь она как будто бы не замечает, ведет себя грубо и властно. Пробовала поговорить по-хорошему, игнорирует, при любом случае указывает на мои недочеты, а себя при начальстве хвалит на все лады. Спасибо. А как это вот поставить коллегу на место? Как вы поймете, что поставили коллегу на место? Что для вас будет постановление коллеги на место? То есть, какой результат вам будет приятным? Да? Вот. Какой результат вы для себя восприметите как хороший? Вот. Что будет этим результатом хорошим? Давайте попробуем в первую очередь рассмотреть, вероятно, именно вот этот аспект. Я не думаю, что является хорошей идеей сколько-нибудь пытаться кого-то поставить на место. Потому что человеку нужна, на мой взгляд, довольно сильная мотивация для того, чтобы это сделать. У ваших коллеги, как мне показалось, вот такой мотивации нет. Я думаю, что, ну, вы очень просто много сил потеряете на то, чтобы с ней бороться в попытке, в попытке поставить ее, как вы. И говорите на место. Вот. На мой взгляд, вы могли бы гораздо более качественно, может быть, использовать вот свои ресурсы. И для начала, первое, что мне кажется вам нужно увидеть, это то, как эта коллега в целом на вас влияет. Вот вам нужно увидеть то, как она, ну, какое она оказывает на вас влияние и вам нужно увидеть то, не нарушаете ли вы, ли вы, например, свои личные границы. Ну, как-то вот с ней, да, и при взаимодействии с ней, вы говорите, например, о том, что она давит на жалость. Например, вы говорите об этом. И, соответственно, ну, если она давит вам на жалость, то очевидно, совершенно, что эту жалость, да, совершенно, очевидно. Чувствуете вы. Вот. Ну, так вот, давайте посмотрим на то, можете ли вы что-то сделать, например, чтобы этой жалости не очувствовать. Вот. 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 Ну, в первую очередь. То есть, можете ли вы увидеть, что вы делаете для того, вы сами что делаете? Для того, чтобы эту жалость чувствовать, чтобы ее ощущать. Не обыдаетесь, но вы, посредством этой жалости, может быть, сохранить какой-то свой, например, статус кво или как-то вот, ну, как-то себя сохранить в общем. Потому что уж очень сильно на это похоже, то, что вы пытаетесь сделать. То есть, то, как вы, ну, то, как вы, ну, взаимодействуете, скажем так, да, с коллегой, я имею в виду, с коллегой. Вот. И, значит, вот, свои обязанности она на вас, коллегой я имею в виду, да, вот, перекладывает как-то. Вот. И, значит, ну, оскорбляет вас, получается, то есть, ну, принижая вас, да. Вот. И в целом, ну, ведет себя вот она вот очень и очень нехорошо, судя по тому, что мы можем видеть. Вот. И совершенно очевидно, что вас это, ну, как-то задевает. И вот с этого, на мой взгляд, нужно начать, да, то есть, с определения того, как вас это задевает. Вот. И, значит, рассмотрение, рассмотрение того, как и чем вас это задевает. Вот. Я думаю, думаю, что примерно вот в таком ключе, да, можно вам здесь двигаться. А дальше, я думаю, вы сможете уже что-то сделать для того, чтобы вас это задевало куда меньшей степени, во-первых, и, во-вторых, можете для себя решить, куда вам двигаться дальше, ну, то есть, вот в каком направлении вам двигаться дальше. Вот. Я думаю, думаю, что как-то так примерно можно вам здесь ответить. И я думаю, что если есть какой-то потенциал для того, чтобы коллега дала задний ход, я думаю, что обязательно это проявится. Всего самого доброго вам. Удачи. 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 Удачи.